При передвижении на самолете нередко встречаются ситуации, когда люди забывают на борту свои личные вещи. Важно знать, как правильно поступать в такой ситуации, чтобы избежать паники и нервной обстановки. Рекомендации при подобных ситуациях указаны ниже. В обязанности бортпроводников входит осмотр борта судна на предмет забытых вещей. Если таковые находятся, то есть несколько вариантов развития событий. Это, наверное, самый легкий способ вернуть утерянные или забытые вещи. Достаточно будет обратиться к любому сотруднику аэропорта. Они, в свою очередь, с помощью рации, свяжутся с бортпроводниками. Турист должен будет назвать место, где сидел и дать краткое описание вещи. Если все находится, то потерянное возвращают в здание аэропорта. Путешественник со своей стороны должен будет заполнить соответствующий акт передачи потерянной вещи. Что делать в самолеты, если лететь больше 12 часов? Чаще всего человек обнаруживает, что чего они хватают значительно позже, чем после выхода с борта. Если аэропорт является базовым для данного судна, то вещи по итогу привезут сюда в специальную комнату, называемую «бюро находок». Чтобы потом забрать вещь, необходимо будет подтвердить факт присутствия на рейсе, предъявить корешок посадочного талона и в деталях описать пропавшее имущество. Далее заполняется соответствующая документация и вещь снова обретает своего хозяина. Овербукинг. Что делать, если ваше место в самолеты уже занято? Если судно уже улетело и больше в этот аэропорт не вернется, то необходимо обратиться в бюро находок именно родного пункта, откуда вылетает самолет. Всю подробную информацию можно уточнить по телефонам горячей линии. Также существует удаленный сайт, который называется «Eapot Lost и Found». Здесь можно попробовать отыскать забытое имущество удаленным способом. Семь привычных вещей, которые не стоит делать в самолеты, если, к примеру, пропавшие вещи найдет клининговый или прочий персонал, то за их возврат хозяину уже никто не отвечает. Если люди совестные, то они могут обратиться в службу аэропорта, если нет, то могут присвоить себе или вовсе выкинуть. Самая часто забываемая вещь – это мобильные телефоны. Кроме того, что это грозит людям финансовыми потерями за хороший смартфон, есть еще риск потерять свои личные данные. Чтобы избежать подобных неприятностей, стоит заранее побеспокоиться об этом и включить специальные функции удаленной блокировки устройств. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.